Доброго настроения всем зрителям телеканала Саратов 24 желаю я Мария Карманова. Это проект эксклюзив, в рамках которого мы общаемся с яркими и интересными людьми, которые приезжают к нам в город. Сегодня поговорим с актрисой, сценаристом и кинорежиссером Анной Чернаковой. Анна Эдуардовна, здравствуйте. Анна Эдуардовна, вы сегодня в Саратове в рамках фестиваля Киновертикаль, но еще и с презентацией своего нового фильма, который снят по вашей книге. Почему сказка, хочу я вас спросить. Почему, чем такой жанр актуален и почему вы именно на нем решили остановиться? Вы знаете, это наша вторая картина, которая адресована зрителям, скажем так, моложе 16. Предыдущая называлась Собачий рай, но она была чуть на старший возраст ориентирована. Там тоже были элементы сказки, но после этого как-то так случилась эта длинная история, что мы, начав писать синопсис для фильма, в результате обнаружили себя пишущими книжку, сказку, повесть, повесть для семейного чтения вслух, с действительно очень большим количеством сказочных элементов, но при этом повесть была основана на каких-то событиях нашей отечественной истории, которые мы сознательно, немножко вольно интерпретировали, но очень уважительно и с желанием, самое главное, чтобы наши читатели захотели узнать, как было на самом деле. Ну вот родилась такая книжка, которая называлась «Хрустальный ключ», и после этого мы получили финансирование Министерства культуры на экранизацию этой книжки. Но как это часто бывает, когда экранизируешь произведение литературы, оно меняется, потому что другой язык, а тем более мы экранизировали собственное произведение, мы, наверное, были более вольны и менее уважительны к тексту, чем мы были бы с какими-то… В результате два разных произведения получилось, как я понимаю. Два разных получили совсем произведения, вплоть до того, что герои в книжке – это мальчики, герои в фильме «Главная героиня – шестилетняя девочка», и там другое литературное произведение, вот как-то на нас очень повлияло, и мы его использовали, это «Голубая чашка Гайдара», замечательный рассказ детский. Но сохранилась канва путешествий, приключений, сохранился, самое главное, сохранился злодей. Сохранился жанр, сказка. Все-таки почему сказка? Почему именно этим языком нужно с детьми разговаривать? Ну, это не чистая сказка, на самом деле. Это, с одной стороны, очень серьезная реалистическая история про маму, которая ссорится с папой и с дочкой, и уходит из дома, и, в общем, непонятно, когда она вернется назад, но девочка, которая очень любит и маму, и папу, и абсолютно уверена, что они должны быть только вместе, вот начинает придумывать сказку, чтобы, с одной стороны, папе объяснить, что мама их очень любит, с другой стороны, протянуть время, все-таки мама должна вернуться. А потом оказывается, что сказка начинает влиять на то, что происходит с этой девочкой, с папой, и в результате влияет на реальность. Я думаю, что мы все все равно верим в чудо, но когда мы дети, мы можем об этом говорить открыто. И вот нам хотелось, наверное, о такой вере в чудо, которая инспирирована любовью, но которая может изменить мир. Нам хотелось поговорить, и поэтому этот жанр нам очень понравился. Ну, плюс, конечно, это жанр, который позволяет фантазировать, хулиганить, пробовать какие-то вещи. Тем более, это сказка, рассказанная девочкой. Мы вообще были вольны интерпретировать так, как мы хотим, и XIX век, и Сибири. Ты вдруг, как пчела не закрыл? Отправишься к дедушке, попросишь его новый ключ сделать. Как я в прошлое попаду? Как все через картины? Это же XIX век. Не знаю, что у вас сказка, что не сказка. Вот убьёмся. Ну, какая это не сказка, это всё на самом деле было. Анна, насколько сейчас сказка востребованный жанр? Зрителю-то она нужна? Его нет совсем, или очень существует в каких-то совершенно мизерных количествах. Именно я имею в виду отечественная сказка на экране, потому что, конечно, мы знаем, что есть голливудские мультфильмы, есть «Гарри Поттер», очень успешная сказка для детей, современная. Но отечественных нет. И я думаю, что это очень плохо, потому что абсолютно необходимо для воспитания души ребёнка представлять себя в сказке, сопереживать сказочным героем и эти приключения, представлять себя на месте их и эти приключения переживать. И плюс, конечно, все наши актёры, все участники съёмочного процесса, они получали огромное удовольствие именно от того, что это была сказка. Это процесс вы. Да. У нас даже актриса Алёна Бавенко, когда она узнала, что мы запускаемся, она попросила написать ей какого-то сказочного персонажа. Но сказочный персонаж мы и не написали, мы и написали реалистический персонаж. Но она тоже у нас снялась. В общем, все очень хотели именно сниматься в сказке. Мы должны уметь слушать детей, взрослые, поэтому нам нужно посмотреть эту картину. А детям, потому что есть превращение, есть чудо, есть сказка, есть прыжок в историю, в историю того места, в котором мы родились, в котором мы живём. Есть та страна, которую мы любим, и история рассказывает очень увлекательно, и очень красиво, ярко и неоправильно. Я думаю, что мы до конца не исчерпали, что у меня ещё осталось желание ещё какую-то сказку придумать. Выходит, сказка нужна даже больше не детям, а взрослым. Наверное, да. Дети, конечно, сложная сейчас ситуация, потому что дети привыкли, они с младенчества, существуют вместе с телефоном, с айпадом, с компьютером, и у них совершенно другое вырабатывается мышление, и эмоциональное, и интеллектуальное, и визуальное. И я считаю, что с этим нужно бороться, потому что дети сейчас совершенно не способны, очень многие дети не способны долго удерживать внимание. И мне интересно, книжка просто потому, что нужно прилагать усилия для того, чтобы читать, думать об этом и что-то себе представлять. Бороться или всё-таки как-то развивать, воздействовать, обучать? Ну, бороться в смысле развивать, воздействовать и обучать. Да, и заниматься чтением вслух семейным. Поэтому недаром наша книжка называется «Для семейного чтения вслух». То есть мы верим в то, что дети должны проводить время с родителями качественно. И вот такое чтение совместных книг – это качественно проведённое время. Или поход, совместный поход на детский фильм-сказку, с возможностью потом обсудить, подумать, подумать, как это относится к жизни маленького человека, сегодняшнего, допустим, в Саратове, в Саратовской области. Что похоже на жизнь, твою собственную, что не похоже. У нас действия происходят в маленьком городке, тоже на Волге. Поэтому рифмы есть. По картинке фильма мне показалось, что это какая-то Верхняя Волга. Верхняя Волга, совершенно верно, это город Тутаев, который, я надеюсь, будет всё-таки обратно переименован в роман «Борисоглебск», который расположен между Рыбинском и Ярославлем. Анна, вот вы сказали, упомянули о голливудских фильмах, о том, что есть голливудские сказки, а вот мы всё-таки так или иначе противопоставляем отечественные сказки, голливудские сказки. Вот вы в это противопоставление что вкладываете? Есть кто-то хороший, кто-то плохой в этом раскладе или нет? Знаете, во-первых, голливудские сказки, они всё-таки рождены в рамках той культуры американской. Мы можем говорить о том, что сейчас мир стал очень тесным, что у нас такая конвергенция произошла. На самом деле всё-таки корни исторические и тот исторический опыт, который прошёл, прошла та страна, в которой ты живёшь, он очень важен. И он формирует, может быть, не очень явные вещи, но тем не менее есть большая разница между детьми американской культурой. Вот с нами работал такой Сергей Меринов, который делал «Гору самоцветов». Взрослые могут вспомнить его прекрасный клип «Шла Саша по шоссе». То есть вот мы вместе придумывали, у нас вся анимация рукотворная, там рисованные вороны, что-то из пластилина, что-то перекладка. Такое причём богатство визуальных решений в картине. Да, да, это правда. Это тоже сознательно было, да? Да, сознательно, потому что мы понимали, что нужна зрелищность, и потом это всё-таки сказка. Плюс, я ещё раз повторяю, это сказка, рассказанная шестилетней девочкой. То есть мы были вольны интерпретировать то, о чём мы рассказываем, представляя, как эта девочка могла придумать себе и XIX век, и Сибирь, где на ёлках висят ёлочные игрушки, потому что она никогда не была в тайне. Не бывает? Девитрий Лефеллок не бывает, совершенно верно. И нам в этом очень помогала наша маленькая актриса Соня Галишникова, которая... А всё-таки компьютерные спецэффекты есть в фильме? Нет. То есть это уникальный фильм, вот на сейчас, мне кажется? Практически, практически нет. Там и были какие-то технические вещи, которые просто не удалось сделать на площадке. То есть мы вообще изначально, когда мы начинали, мы хотели... Чтобы всё было натурально. Чтобы всё было либо на площадке, либо вот та анимация, которую мы потом добавляем. У нас что-то просто не очень получилось, и мы это усилили потом, вот в монтажно-тезировочном периоде. Но старались минимально это делать. Анна, а какие-то особенности восприятия современными детьми и кино, и мультфильмов вы скидку делали? Потому что, ну, вы же сами упомянули о планшетах, о компьютерах, об интернете, о том, что вот это клиповое мышление, оно уже сейчас, наверное, с года нами владеет. Мы старались. И именно из-за этого такая, как вы заметили, насыщенная картина разными изобразительными элементами. Там есть куски с довольно быстрым монтажом. То есть мы тоже об этом думали, о том, что ребёнок привык очень быстро всё считывать. Но нам хотелось, чтобы сама история между девочкой и папой, чтобы там всё-таки было какое-то время, какое-то дыхание, и она не пролетала так быстро, как у нас, допустим, какие-то сказочные сцены с элементами мультипликации пролетают. Вот, то есть да, ну, насколько это удалось, не удалось, мы вообще думали, что фильм будет интересен зрителю, начиная от 10 лет, но обнаружили, что у нас совершенно прекрасно фильм смотрят и 5-6-летние, как ни удивительно. То есть возраст нашей главной героини. А вы какую-то фокус-группу собирали сразу, когда отсняли кино именно из детей, чтобы посмотреть на их реакцию и спросить, как вам понравилось кино? Да, да, у нас было два сначала показа, таких именно для фокус-группы. Один был показ в Петербурге в рамках Всероссийского читательского форума. То есть это были дети всё-таки не совсем обыкновенные, они были постарше. Читающие дети – это вообще редкость. Читающие, да, плюс пишущие о том, что они читают. Вот нас пригласили на этот форум, и там были дети от 12 до 18. Подростки. Да, которые потом заполнили анонимные анкеты, где мы спрашивали, что им понравилось, что мне понравилось, что было понятно, что было непонятно. А потом у нас ещё было два или три показа уже в Москве для более младшей аудитории, тоже с заполнением анкет. Мы что-то чуть-чуть подкорректировали. Показали второй раз, да? А какие отзывы самые неожиданные оказались для вас? Наверное, неожиданные. Может быть, даже и неожиданные, потому что мы не ожидали, что дети настолько тонко и точно смогут сформулировать, о чём картина. Один мальчик написал, что он обязательно хочет повести на этот фильм своих родителей, потому что они находятся на грани развода. И он хочет, чтобы родители поняли, что это противоестественное состояние для ребёнка, когда родители ссорятся. Ну, наверное, такой отзыв вообще стоит всей работы. Да. Один такой. Кстати, вчера после показа в Саратове тоже несколько человек сказали, что это фильм о том, что родители не должны ссориться. Никогда. Вот. Это очень важно. Уже эта мысль стоит того, чтобы снимать кино. Я чувствую себя в чем-то настоящий период. Понравился фильм? Да. Очень. Понравился фильм? Нормально. Понравился фильм? Если кому-то нужен автограф, друзья. Чем понравился? Всем. Посоветуешь другим? В общем, хорошее российское кино. Вы сегодня здесь ещё в рамках кинофестиваля. Это фестиваль для детей, для подростков. Насколько вообще вы стараетесь у детей учиться? Потому что вы нацелены так всё-таки на детскую аудиторию. Наверное, же нужно ещё от неё что-то получить, чтобы потом отдать. Конечно. И в этом смысле для меня был такой замечательный опыт общения с нашей главной героиней. Я уже упоминала, 6-летняя актриса Софья Галишникова из Петербурга. Это был её дебют. Но это совершенно удивительная девочка. Она из актёрской семьи. Но это девочка с очень сильной, уже сложившейся индивидуальностью. Она очень интересный человек, очень глубокий. И хотя не всё было гладко, потому что это всё-таки ребёнок. И, конечно, она уставала. И иногда... Капризничала. Но она не капризничала. Она просто уставала. Иногда ей очень не хотелось что-то делать. Надо было найти способ, во-первых, чтобы она отдохнула. Это было тоже непросто, потому что мы перепробовали всё. Там и еду, и поспать, и уйти с площадки. И он выяснил, что лучше отдых – это с ней побегать. Что надо было выйти на улицу и несколько кругов с ней пробежать. Чем больше, тем лучше. Я не всегда выдерживала. Выключались другие члены съёмочной группы. После этого она приходила абсолютно свежая на площадку. И вот общение с ней, и то, как она проживала эту историю. Она знала наизусть и книжку. И она знала наизусть сценарий. И она совершенно... То есть два разных вот этих произведения. Она между ними адаптировалась, да? Да, потому что книжка была про других мальчиков, а сценарий был про неё. Про девочку, да. Мне кажется, для ребёнка это достаточно сложно понять. Нет, нет. Она различала. И самое замечательное, что она жила внутри этой истории. И часто я ей давала возможность импровизировать в кадре. Ну, в рамках сцены, которую мы снимали. И порой взрослые актёры не могли за ней угнаться, потому что она их ставила в тупик. Она какие-то делала очень точные вещи по отношению вот к тому, как её персонаж чувствовал себя, вёл в этой ситуации. А взрослые были не готовы. Вот говорят же, что на сцене органичные дети и животные. Их не переиграешь. Ну, особенно и дети. Дети, которые действительно настолько чутко могут переживать историю. И у нас есть сцены, которые просто сняты одним дублем. Когда я просто не понимала, как она это сделала. Это было удивительно. Мне кажется, это достойный повод, чтобы сходить в кино и нам, и нашим зрителям. Да, да, она уже получила несколько призов за лучшую женскую роль. И мне очень интересно, что с ней будет дальше. Как шизба сложится, да? Да, я очень хочу, дай бог, в следующей картине, если всё получится, хочу найти возможность с ней тоже поработать. Потому что она меняется, она становится другой. Ей сейчас уже, она снималась, ей было шесть лет, сейчас ей восемь, почти девять. И это уже совсем другой человек, и мне тоже очень интересный. Анна Эдуардовна, вы дали отличный совет нашей аудитории, что с детьми, с семейной аудиторией, нужно читать. Вот посоветуете несколько книг, которые с детьми нужно обязательно почитать. Ну, кроме вашей сказки. Ну, я считаю, что нужно обязательно читать отечественную классику для детей, начиная от Аркадия Петровича Гайдара и заканчивая Олексиным. Олексин, Крапивин, то есть те писатели, которых я читала в детстве, и которые до сих пор, мне кажется, совершенно замечательными. Есть ещё замечательные писатели Железняков, которые по мотивам повести, которой создан фильм «Чучело», но кроме «Чучело» у него есть другие рассказы и повести. Есть ещё любимый тоже мною с детства писатель Ради Погодин с какими-то более детскими повестями, например, повесть про Гришку, и какие-то у него есть уже более сложные повести, рассчитанные на подростка, на молодого человека. Вот. Но это я всё говорю о том, что дети могут читать сами. Да, это скорее для подростков. Для подростков. А для такого семи... Ну, Гайдара можно читать вместе и в любом возрасте, и в маленьком, и во взрослом. Вот. Мне кажется, что можно читать вместе и какие-то рассказы, может быть, даже Чехова, Толстого, короткие рассказы для детей. Из современной литературы для детей и мне очень нравится, есть такая молодая писательница Нина Дашевская. У неё есть прекрасная книжка «Рассказы около музыки». Тоже дети могут читать, ну, те, которые умеют читать. А для маленьких, ну, вот я очень ещё раз советую читать вместе вслух нашу книжку, читать сказки. Хорошо. Спасибо вам большое. Читать рассказы ещё Дениса... Денискины рассказы Драгунского. Драгунского. Да. Спасибо вам большое за советы, спасибо за интересную беседу. Очень приятно было пообщаться с вами, и я думаю, что теперь все с большим удовольствием пойдут в кино посмотреть вашу картину. Да, учитывая, что она выходит после фестиваля, выходит во многих районах Саратовской области, и мы надеемся, что действительно люди пойдут и посмотрят. Спасибо большое. Спасибо вам. И на этом на сегодня всё. Ещё больше интервью смотрите на нашем сайте saratov24.tv. Я Мария Карманова, с вами прощаюсь. До новых встреч.